Ну, она может быть третьей, может просто для нашего внутреннего пользования сотрудников боевых искусств сотрудников. У тебя блин, лист дубовый. Блином на плечах. Дубовый, это правильно? Фиговые листочки нам не нужны. Да, они опасны фиговые листочки. Они все в страстях. А почему страсть? Давай, как ты тему выбираешь? Как я тему выбираю? Тему выбираю случайную. Или то, что меня... А вот когда я по пути еду сюда. Ну, вопросы кинул в пространство. В радио или в пространстве в голове крутились вопросы. Потому что страсти же разные есть. Допустим, вот у меня и я чувствую, что есть некоторые страсти, не знаю, страсть волнения, допустим, по отношению к детям. Как вот они смогут себя реализовать свои возможности в этой жизни. Отцовские переживания. Ну, как-то так, так. Вот так вот. Сегодня у меня, допустим, вечером было некоторое отцовское переживание перед сном. И я поймал себя на мысли, что я его не смог проконтролировать в должной мере. Почему? Сейчас я объясню. Ну, допустим, сын... Сын у меня, ну, старший. Понятно, он совершеннолетний. Я тоже гулял и так далее. Ну, как бы, там, 23-й год парень. Я им полностью дырел. Ну, он, допустим, вечером, сказал, я с ребятами уехал встречаться. Точно, ты его не отпустил. Сепарация не произошла. Ну, нет. Я, как бы, я спросил, ты вечером придешь, поздно? Он говорит, ну, да, поздно. Ну, я закрыл там дверь только на верхний замок, чтобы не на внутренний. И лег спокойно спать. И, кстати, уснул нормально. Я, как бы, лег, все, спокойно, знаю, что... Ну, придет два часа ночи. Ну, разница. Придет, стал, придет. И вдруг, но все равно, подсознательно, страсть, страсть, вот это какая-то внутренняя. И, кстати, вот о том, о чем мы говорили, страх. Вовнутрь, страсть, страсть повлияла на страх некий, понимаешь? Вот как-то так. Я так прикладываю. Не страх, а переживание за безопасность. Ну, как-то у меня, не знаю, в голове. Хотя, я, с другой стороны, и во сне, я чувствую звонок в дверь. Ну, я, бля, я проснулся и такой, а я один дома, то есть никого дома нет. Я думаю, блин, я же закрыл на верхний замок, а он же ключ взял. Почему сам не открыл? Ну, может быть, ладно, ну, звонок в дверь. Я встал, пошел, открыл дверь, квартирную, вышел в тамбур, посмотрел в этот глазок, а ночью, открыл дверь, никого нет. И, алло, а потом я начал идти, и думаю, ну, что-то мне приснилось. Мне вот этот звонок в дверь просто приснился. Ввиду того, что я потом, бля, до утра, вот это у меня внутри, вот это ворочание было, понимаешь? Пока мой организм, как бы, ну, не истощился, да, окончательно, чтобы я, как бы, выразился в сон подутренний, как бы, и вот проснулся. И сына не было, и вот я уже уезжал, там, это полдевятого, и сын приходил от круги, и он пришел, я говорю, ой, ты же говорил, придешь там, типа, в два. Он говорит, ну, там с ребятами, задержались, с гостями, пошли туда-сюда, пришел, все, и вот, как бы. И я подумал, так, значит, вот здесь вопрос, ты озвучил, вопрос доверия, да? Вопрос доверия, то есть, если есть некое доверие такое, то отсутствует страсть. Ма, может быть, такое. И вот эти страсти, как бы, они исчезают, когда есть доверие, во-первых, а, самому к тебе, б, к тем окружающим, которые рядом с тобой. И, соответственно, идет страх, страх именно оттуда. Этот страх еще знает, знаешь, когда? Когда ты досконально знаешь этого человека, о ком ты думаешь. Ну, это значит доверие, то есть у тебя нет? Нет, доскональное знание, ты понимаешь? Тут речь, вот ты почему очень тряснилась тебе? Потому что ты в своем сознании сидела вот эта вот мысль, ты понимаешь? Ты еще не знаю досконально. Да, а ты его для этого мысляешь, ты до конца не знаешь, ты понимаешь? Если бы ты знал абсолютно точно, что он сделает в этой ситуации, как он поступит так, что он скажет здесь, как он отреагирует так, ты понимаешь? То спокойствия у тебя было бы гораздо больше. И если бы и было какое-то беспокойство во сне об этом, то не в виде сна, а в виде какого-то беспокойства, которое в течение, через два часа сна, может, куда-то затухнуть и все. Оно затухает во сне. Слушай, а может быть такое, что у меня, вот это, как ты говоришь, что я, как ты сказал, не знал или что? Доскональное знание. Доскональное знание. Доскональное знание. Я же не досконально знаю его друзей, но предполагаю, что я знаю, в принципе, здесь опять круговорот, если я знаю своего сына, я могу сделать выводы, что я знаю, кого он выберет в свои друзья. Да, и с этими ситуациями, которые могут существовать в этой компании, он за 20 лет наверняка уже сталкивался. И если ты не был где-то в стороне, а принимал участие в воспитании, то ты эти реакции, когда он сталкивался с чем-то, уже видел, понимаешь? И поэтому доскональное знание, потому что все, что может произойти с человеком, уже с ним было, и ты был свидетелем этого. Если ты не был свидетелем этого, если тебя не интересовала судьба твоего сына, ты и не занимался, вот когда ты о каком-то доскональном знании был. Слушай, а это все можно переключить и вообще на другие сферы деятельности, так же, как если досконально знаю, там семейные отношения, деловые отношения, отношения на государство, деловые, сложные. Нет, сложнее? Ну, там понятно, что кругозор, ой, степень расширяется, когда здесь вопрос о сыне или вопрос о друге, тут он близкий, а когда идет он семейный, тут как бы широко уже. Тут несколько личностей появляется в деловой сфере, еще больше личностей, в государственном управлении, еще больше личностей. Нет, ну просчитать, в принципе, можно любую ситуацию любого человека, да? Вот все вот эти вот хитромудрые люди, которые просчитывают там, да, которые там вот эти все ситуации, в том числе закрытого типа там всякие организации, да, они все ситуации просчитывают. И они, да, бывает, вылетает что-то такое, что было неучтенно, допустим, они просчитали одну реакцию там, да? Она именно вышла, но она вышла не в такой степени, в какой... Не критичная на конечный результат. Да, да, но она проявила себя не в той степени, на которую они рассчитывали, а совсем в другой степени там, да? То есть неучтенные моменты всегда есть, но в принципе просчитать можно все и всех. Если заняться, если профессионал своего дела этим займется, то оно так и будет. А вот смотри, просчитав таким образом, можно и манипулировать этой личностью. Конечно. Ее вести в том русле, в котором тебе нужно. Вот эти вот рыцари плаща и кинжала, они именно для этого и все и делают, чтобы можно было управлять ситуацией. Конечно. А если выгодна эта ситуация, создать выгодна эту ситуацию, они ее и будут создавать. Выгодно создать скандал? Создать ее. Выгодно создать... Чаепитие? Они создадут чаепитие. Да. А если ты не просчитываешь это, значит, ты не подозреваешь, что тобой управляют и манипулируют. А если ты не хуже их, ты понимаешь, ты просто не даешь никакой возможности себя просчитать. И в этом случае ты недосягаем. Да. Неуязвим. Неуязвим. И такое бывает. Крайне редко, крайне... Образно выражаешь. Он начинает тебя просчитывать, начинает задавать тебе какие-то вопросы, да? А ты вместо ответа взял и пукнул ему. Че это такое? Да. Я просто на работе, а не вместо ответа. Да, 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 да. Понимаешь? То есть, и он... И его схема просчитывания, она не работает. Слушай, что делать этому аналитику? В таком случае, как бы... Я имею в виду и коллеги, гети у меня. А ты подумаешь, скажите. Гети, гети. Да, да, да. Но, получается, если человек, от которого просчитывают, впал в страсть, коней, то его просчитать за две секунды. Он не контролирует. Так они ему и подсовывают. Либо женщин, либо алкоголь. На чем можно человека поймать там, да? Все эти методы, они же известны. Или дают ему какое-то просчитание, что хочет человек. Или страсть такая, ради которой он сам пойдет в пирог. Да. Вот так его подогреть, так разогреть в нем это чувство, это качество. Он сам туда пойдет. Да, такое тоже может быть, да. Он все согласен. Абсолютно. То есть, он сам того не подозревая, его как бы подводят к этой страсти, и все, и он, как больше в фильме... Манипуляция. Про кольцо. Да? Ну, хоббиты, хоббиты. Моя прелесть. Это же страсть. Кольцо. Кстати, у Акуджавы есть такое стихотворение и песня, как муравей поверил в очарованность свою. Хорошее, да, выражение? Муравей поверил в очарованность свою. И это очень опасная штука. Это вот как раз войти вот в эту страсть, мне кажется. Хороший вот термин. Пандаться. Страсть. Пандаться страсти. Ну, а ногу... Пандаться стыней. Че, понравилось? Не, понравилось твое выражение, где поешь? Чтоб ты сказал про это, про дверь. Дверь, если бы держали открытой, или вход был бы с другой стороны, или что ты говоришь? Он вечно ляпничает. Такое... Или кто, где приходит к больному доктору и говорит, доктор, почему ко мне сзади подходят все имя, что это такое? Он говорит, если вы не будете... А, у меня болит... Попа. Задний вход. Нет. А ему говорят, до тех пор, пока вы будете думать, что у вас сзади вход, у вас вот это и будет болеть. Не ты говорил, нет? Да, по-другому. Или другой мастер бы его шутил. Мы о каких-то низемных страстях начали разговор. А это всегда легче опускаться, чем подниматься. Я же скатился до... Ой, блин. До... Понятно. Скадрюза. Прости. Ты в комедик-клаб превратился. Докатился, доскакался, допрыгался, доскакался. Надо доставать другой банюшки. А где наш жанр? Я говорю, он его убрал от греха. Здесь такое творится. Ко мне не... Не погай, не очиняй, дзюдо. Попец. Плачет. Во что ты превратился, лап? Кто все эти люди? Какой притон ты здесь создал? Они не пьют, нас не я. Блин, это... Ужас вообще. Кстати, мясо мы будем жарить на этой плитке в следующий раз. Ты же мясо ешь? Я. Мы тут создадим такую атмосферу. Что они... Запахов и ароматов, да. Да не едят вообще. Я уже... Посмотрим, как они будут терпеть все эти... Как они будут... Блеять. 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 Травоядные, да. Ну смотри, сколько ты лет не ешь уже мясо? Я малый лет не ем мясо. Травоядные? Да. Для вас. А дома я прихожу так ем мясо. Мясо. А то... А то ем. Четыре или пять лет? Круто вообще. Да нет, это... Ну я не криво уже лет двадцать точно. Я уже сам уже охерел от этой трезвости. Выражение моего отца там. Они обсуждают какого-то друга своего. Ну сослуживца там, да. Мы уже там на пенсии давно там. Что-то там... Он вчера там такое-то выкинул там, да. А батя мой стоит, стоит так, говорит. Ну он совсем уже охерел от повседневной трезвости. Кстати, это есть такое. Советские офицеры, да. Кстати говоря, я-то точно знаю, я понимаю прекрасно, что это какая-то ущербность. Полный абсолютный отказ от алкоголя. Конечно же он указывает все, которые об этом узнают сразу. Я по глазам вижу, что они смекают сразу. Ну наверное пил бы таких чертиков, что уже... Ну вот понимаешь, да? Ну, в большинстве своем. У меня был в детстве там случай, ну вот сколько там, 23 года. А он говорит, а я вообще алкоголь не пробовал. Я такой, ну как, говоришь, дознаватель. Я говорю, а как? Ну, горько на вкус. Я говорю, а откуда ты знаешь, если ты не пробовал? Так он мне говорили. Я говорю, опа-да. Мне... Ну тоже неплохо. Мне дети все время, ну мне дети задавали вопрос, помню. Ну, когда я выпивал, то есть... Ну как выпивал? Бухал. Как ты сказал, твой отец говорил? Он уже охренел от повседневной трезвости. Вот, когда я охреневал от повседневного пьянства, мне дети говорят, папа, а почему вот когда вы пьете, допустим, водку, да, вы вот так морщитесь? Ну, когда еще дети маленькие были. Это что так невкусно? Зачем тогда пьете? Вот, допустим, мы компот пьем, да, компот, но ты пьешь и удовольшься. А почему ты вот так? И я потом тоже заметил, я, допустим, зачем алкоголь запивать? То есть, если ты запиваешь алкоголь, то уже тебе невкусно это. Значит, то есть, ты гасишь вот этот вкус, который должен быть. Ну как, да? Ну, понятно, да. Поэтому я перестал выпивать. И теперь не запиваешь. И теперь не... Ну вот наши русские люди, они всегда найдут какой-то свой способ там, да. Я помню, мы давным-давно это было там в компании друзей, мы ходили в баню, да. После бани мы, у него там рядом была квартира, мы на кухне там сидели, там часик-полтора, там, и, понятное дело, выпивали, да. А у него был сынишка, у него было годика три, там, да. Вот хозяин этой... Богодельни. Да, богодельни, которую мы посещали после бани, он там на кухне сидим, он наливает нам по стопочке. И выпивает, а сынишка там что-то зашел на кухню и смотрит. А он подходит, спрашивает, папа, что это в рынке? Он говорит, это лекарство. Ты знаешь, сынок, горькое, противное, а пить надо. А парень, он очень-очень простой, такой вот из деревни русский такой паренек. Как он обыграл эту тему? Интересно. Как как-то по-русски он это надо, чтобы не вести в страсть ребенка? Нет, ну начал бы говорить там. Он хорошо сделал. Ну вот вырастешь и там попробуешь. То есть это уже программа прям в ребенка закладывается. Типа там можешь делать там что хочешь, скажем так. Но у взрослых еще больше ограничений, чем у детей. Но они этого не понимают, что они живут в свободе. А окажется, что ограничивают. Но мне понравилось, что вот такое. Говорит, почему проблема происходит? Дети стали ставить себя выше родителей. То есть они не дети родителей, а судьи, подружки там. Ну то есть они вводят в себя страсть некую такую. Нет, не в страсть ставить себя выше. Но это и есть страсть. Я не знаю. Поставить, быть выше других, раз не страсть. Хотеть быть выше других. Судить там действия родителей. Ну наверное, тут вот этот пресловутый твой обозначенный взгляд со стороны. То есть они обладают каким-то знанием. У меня какое-то фоэрупционное пространство в своей среде. И они видят все со стороны, как бы изнутри. Смотрят на нас. Ведь они же не пытаются считывать, что у тебя внутри. Они даже не пытаются это учитывать. Ну может они не могут. Чем ты насыщен, чем ты наполнен. Или не могут. Какая разница? Какая разница? Могут, не хотят. Но они этой информацией не обладают. Они ее не считывают. Правильно. Ну мы же от кого-то должны получить, что это есть. Что вот так вот можно, скажем так. Родители могут до определенной там компетенции. И ребенок-то рождается с пуповиной. Ее же перерезают. Физическую пуповину перерезают. А ментальную-то от матери тоже сепарация должна происходить. У мальчиков, у девочек. И от отца. Но функции-то разные отца-матери. Скажем так. Мы говорим. Если ребенок воспитан только матерью, то как храмово получается. Или только отцом. Ну смотри. Вот если эту связь... Я считаю, что ее перерезать ни в коем случае нельзя. Сепарацию совершать ни в коем случае. Это какая-то ампутация, а не сепарация уже получается. Я не про это. Вот эта связь между отцами и детьми, она должна быть наоборот постоянно усепляться, укрепляться, развиваться и насыщаться. Это и есть воспитание, это и есть какие-то там обмены между... Это правильно. Я имею в виду, что... Где тонко, там рвется. Вот если этого ничего нет, то оно само рвется. А если это есть... О, корни послушаем. Мы, кажется, затронули эту тему тоже. Перейти от воспитания. Вот если мы раз уже говорим о детях, а в общем масштабе мы можем говорить и вообще о... Ну, я всегда пытаюсь немножко расширить, да? То есть дети, воспитание детей, воспитание семейных, семейные ячейки, воспитание в общественные ячейки, ну и так далее. В обществе, воспитание социума, если перейти... Родитель входит в страсть. Можно ли такую страсть, войти в страсть воспитания? Что это воспитание... Вот... Идет на время воспитуемого. Ну, это деспотизм. Только хочешь. Да. Идет на время воспитуемого. Да. Ты его бьешь и говоришь, это тебе во благо, жизнь-то тебя научит. Ну, бум-бум, допустим, его, и все, он уже шугается. Или мать начинает каким-то образом настраивать детей против отца накануне какого-то развода. Начинает искажать, выдавать реальное желаемое за действительное. Слушайте, а как вы думаете, на высоком уровне имеется в виду социально видимых людей, которые... Не-не-не. Ну, как так, в кавычках социальные. То есть, людей, которые находятся на таком высоком уровне общего, что социум их вообще видит все время. Вот их положение... Ну, во-первых, не боги горшки обжигают. Они такие же люди, как мы абсолютно. Просто... Также подвергнут страстям. Да, вот есть соблазн. Соблазн подвергнуться статьям вот этим самым страстям. Соблазн поплыть по течению реки под названием власть. Отдаться вот этому, понимаешь? Это самый плохой вариант. То есть, человек... Практически невозможно. Человек должен в любых ситуациях оставаться самим собой. Самим собой. И, конечно же, тот человек, который находится на самом верху... Испытание, да. Да, он должен обладать определенной устойчивостью ко всем вот этим вот соблазнам. А устойчивость это достигается только правильным воспитанием, нахождением в правильном обществе. И, по крайней мере, до того, как он вступит в эту властную должность, он должен стать абсолютно самодостаточным человеком. Слушай, а вот, представляешь, если вот общество страстно, как можно изменить это общество? Это стадо. Тогда это стадо. Зачем что-то... Это варварское племя тогда. Через себя только. Ну, в любом варварском племени есть вождь. Вождь, да. Вот он и вождь будет. Подожди, то есть... То есть, получается, если есть премия вот такое, как ты говоришь, да? Разная организация. Стая, стадо, косяк. Ну, косяк рыб. Да. Ну, разные эти. Понимаешь? Ну, косяк иногда хорош, помогает. Если психоневрологические расстройства, конечно. Вот когда общество, ты понимаешь, инфантильно, когда оно не борется за свои права, когда оно плывет по течению, там, да? Тогда появляется пастух. Если он, этот пастух, с обществом, с этим стадом не справляется, которое куда он... То он, вокруг пастуха, появляются помощники всякие. Помощники пастуха. И эти помощники пастуха имеют свои функции, там, да? Они в террористических состояниях, они начинают там проявлять такую-то активность. В других состояниях они проявляют другую активность и т.п. Вот если общество огромное... У нас страна самая территориальная, самая большая в мире. И страстей здесь... Да. Жуть. Если наши граждане плывут по течению, продолжают плыть по течению, им хоть сы в глаза, им все божья роса, ну, тогда вот это клише как раз подходит.